Сегодня ночью в 3 часа 15 минут на автостоянке по адресу Ясная 2 принадлежит она фирме ДДТ прогремел небывалой мощности взрыв, покореживший 9 машин. Бомба, эквивалентная 400-500 граммам тротила, была заложена или, правильнее сказать, подброшена под автомобиль Лексус, который принадлежит или принадлежал уже президенту фирмы Урал Агроимпорт Александру Оглоблину. Взрывом была уничтожена большая часть японской машины. Мощность бомбы видно вот по этой ямке, которая образовалась в момент взрыва. Глубина 20 сантиметров и диаметр 67 сантиметров. Две стоявшие справа и слева Ауди и Мерседес тоже повреждены крайне серьезно. Кроме того, шрапнель в виде болтов и гаек, которыми, по всей видимости, была начинена бомба, разлетевшись в разные стороны, пробила корпуса и колеса еще шести машин. Среди них Нивы, Тойоты и Жигули. Никто из людей от взрыва не пострадал. Подобные крупные бомбы на автостоянках, по крайней мере, на Свердловщине еще никогда не взрывали. Максимум одну-две гранаты. Но такую вот взрывную мощность припомнить сложно. Как взрывное устройство попало под автомобиль Лексус на территорию охраняемой стоянки, для всех стало очевидным еще до выводов следственной комиссии. Ее подкинули между прутьями забора с тропинки рядом с паркингом. Вы видите, что, во-первых, машина стоит рядом с забором, поэтому подкинуть там что-то было элементарно. Но я не хочу, видите, брать на себя функции следствия. То есть они должны сами, это их работа, выяснить и причины, и то, каким образом взрывное устройство было подложено в машину. Что же касается причин такого теракта, то есть, по крайней мере, три крупные версии, из-за чего мог прогреметь данный взрыв. Во-первых, коммерческая деятельность самого предприятия «Урал Агроимпорт», президента которого машина и была. Любят у нас на Руси некоторые бизнесмены решать дела с помощью бомб и винтовок. И даже касается это бананово-фруктовых республик, коими «Урал Агроимпорт» и является. Вторая версия, и тоже весьма реальная, взрывали не лично машину президента «ЗАО Агроимпорт», а машину, которая стоит на территории стоянки фирмы «ДДТ». То есть, навредить, возможно, хотели руководству паркинга, то есть, руководству автофирмы. В последнее время предприятие «ДДТ» живет достаточно бурно. Их серьезно прессингует Управление по борьбе с организованной преступностью. Некоторые склонны называть разборки вокруг «ДДТ» конфликтом крыш. Кроме того, характер сегодняшнего взрыва может косвенно подтвердить эту версию. Бомба, как уже говорилось, была начинена шрапунелью, которая разлетелась в общей сложности, повредив 9 машин. Подобную начинку готовят как раз тогда, когда планируют нанести разрушение на максимально большей площади. Так что, согласно этой версии, бомбу под машину президента предприятия «Урал Агроимпорт» просто прятали. А рассчитывали нанести ущерб как можно большему количеству машин, то есть, престижу владельцев стоянки. А почему спрятали именно под «Лексус»? Просто потому, что это была самая дорогая машина. Вот если взять вот этот ряд, мы утром приехали, одни наши машины стоят, и вот три самые приличные, скажем, а это в центре самое приличное. По крайней мере, и представители «ДДТ» и «Урал Агроимпорта» заявляют, что к ним подобный теракт вряд ли имеет отношение. По крайней мере, они предпосылок для подобного не видят. У вас много, наверное, конкурентов, так же и у нас, наверное, мы со всеми сотрудничаем, нормальные, никаких проблем не возникло. Мы считаем, что к компании «ДДТ» никакого отношения не имеют, то есть, ну, видите, мы действительно спокойно работаем. То есть, ну, случился факт, компания к нему не имеет никакого отношения, это не направлено против компании. Есть, кстати, и третья версия, которая, несмотря на всю свою красоту, выглядит крайне фантастично. Взрыв, согласно третьего предположения, связан с председателем Союза ветеранов Афганистана Евгением Петровым, которого в пятницу выпустили из зала суда, сняв все обвинения в организации похищений и убийства некоего гражданина Вашхулата. Да, концерн «ДДТ» фигурирует в некоторых делах афганского общества, но еще раз повторимся, версия о связи, оправдания Петрова и сегодняшнего большого взрыва выглядит крайне неубедительно, в том числе и для следственных органов. Кстати, уже во второй половине дня начальник службы безопасности «Урал-Агроимпорта» Алексей Гусев, который ранее отказывался выдвигать какие-либо версии, заявил, что взрыв автомашины – это частное сведение счетов на уровне личной вражды и мести. А торговая компания занимается фруктами, овощами и мороженым, и криминалу никогда не было дела до этого рода бизнеса. Но, впрочем, отметим, что это тоже лишь версия. Руководителя службы безопасности фирмы, которая, заметим, входит в стройку крупнейших торговых фирм области. Служба безопасности, впрочем, несмотря на подобные заявления, начала свое внутреннее расследование. Сегодня же, несмотря на взрыв, автостоянка на Ясной-2 продолжила работу в обычном режиме. Руководство заявило, что за бомбы ответственности не несет. Что же касается возмещения ущерба владельцам восьми пострадавших машин, то этот вопрос будет решаться, как опять же заявило руководство, в индивидуальном порядке. Ко владельцу «Лексуса» директора предприятия «Урал Агроимпорт» это отношение не имеет. Потому как руководство концерна ДДТ склонно полагать, что взрыв произошел как раз-таки из-за него.